На отделку музея площадью 30 тысяч квадратных метров у строителей осталось всего 5 месяцев. Железобетонные работы полностью закончены, теперь предстоит не менее трудоемкий процесс. Облицовка здания, устройство внутренних перегородок и покраска, прокладка электрокабеля. Срок 2016 год был озвучен 5 лет назад, когда началось строительство. И в график, по словам генподрядчика, строители укладываются, тем более, что выделенные средства поступают без задержек. В 2015 году, когда мы подводили итог, на этом объекте в течение двух лет был освоен 1 миллиард рублей. 1 миллиард 2 миллиона рублей. Четкое есть понимание, что материалами объект обеспечен, людьми также обеспечен. Оставшиеся 400 миллионов пойдут на внутренний ремонт и фасад здания. В июле 6-й международный форум «Сибирилл» музей-гигант встретит во всей красе. В прошлом году для значимого культурного события страны был открыт центральный модуль комплекса. Тогда зал каменных изваяний посетили тысячи жителей и гостей республики. Можно представить, насколько востребован будет музей после официального открытия. Тем более, в этом же здании расположится концертный зал филармонии, сделанный по образцу столичных оперных театров. Его вместимость около 800 человека, высота стен и проектировка обеспечивают качественную акустику. Теперь приглашать звезд мировой величины станет гораздо проще. Вы знаете, приезжают различные звезды. У них там бывают техрайдеры сложные, чтобы было индивидуально, санузел, витовская гримерка. И мы сейчас в этом здании сможем обеспечить самые сложные райдеры, которые потребуют от нас наши замечательные приглашенные звезды. Но это все в будущем. А пока расслабляться подрядчикам рано, в ближайшее время стройку проверит лично глава Хакасии Виктор Зимин. Этим летом музей должен быть сдан. До финальной сдачи объекта остались считанные месяцы. И вскоре самый большой музей в Сибири будет не только хранить удивительные экспонаты Хакасии, но и сам станет главной достопримечательностью республики. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.